Добрый день, дорогие друзья! Недавно в Сочи закончился экономический форум «Россия-Африка». Организаторами заявлялось, что по итогам форума ожидается подписание такого весомого пакета договоренностей. Пакет получился действительно весомым. Путин заявил, что Россия списала африканским странам долгов на 20 миллиардов долларов. Вообще возникает ощущение, что весь этот саммит и списание долгов были задуманы только для того, чтобы Путин мог поручкаться хоть с кем-то из зарубежных лидеров. Трампа не получается заманить? Так вот, хоть с кем-то повстречаться. Но платить 20 миллиардов за такую встречу? Не. Ну, ладно, это все шутки. А вот говоря серьезно, попытки возрождения зоны влияния в Африке это явное повторение советского опыта. Помните, еще Сечин начинал в Анголе к переводчикам. И опыт этот был неудачный. И эти 20 миллиардов еще советского долга тому свидетельства. Но тогда Советский Союз помогал беднейшим странам мира ради, ну, навязываемой своей идеологии. А теперь, может, речь идет о гуманизме? Вообще, практика списания долгов существует во всем мире. Долги прощают богатые страны бедным, развитые государства развивающимся. И тут вроде бы все логично. Богатая Россия освобождает от долгового бремени бедную Африку. Ну вот так ли это? Каждый год уважаемая британская организация Легатум Института составляет рейтинг стран мира по степени процветания. По итогам 2018 года Россия заняла 96 место в этом рейтинге. Между Руандой и Кенией. Ну, хорошо. Вы не доверяете британскому институту Сылсберецкий шпиль, Петров Баширов и вообще отношения напряженные. Но вот вам данные швейцарского рейтинга. Швейцария уважаемая страна. Даже путинские коррупционеры доверяют швейцарским банкам свои деньги. Ну, точнее, деньги не вполне свои, скорее государственные, бюджетные. Но доверяют же. Так вот, в швейцарском рейтинге 2015 года по качеству дорог Россия заняла 123 место из 140 стран. Аккурат между африканскими Нигерией и Сьерра-Леоне. И шансы подняться в этом рейтинге у нас есть только в том случае, если в других странах дороги станут хуже. Ведь российские глобально лучше не становятся. Если не показывать несколько витринных. Но рейтинги – вещь лукавая. Может быть, на самом деле все обстоит совершенно иначе. Может быть, под мудрым руководством Владимира Владимировича мы пришли к богатству и процветанию, которые позволяют нам прощать долги бедной Африки. Давайте посмотрим на статистику. Валовый региональный продукт, например, Ингушетии, по паритету покупательной способности составляет 4,5 тысяч долларов. Это на душу населения. И соответствует это уровню Судана или Мавритании. В Чечне чуть выше – 5 тысяч долларов. Это уровень Джибути. Валовый продукт на человека в Волгоградской области соответствует аж Тунису. А вот показатели Ростовской области не дотянули до Египта. Алтайский край соответствует Марокко, Ивановской области – Анголе, Тверская – Намибия. Не лучше дела обстоит и с зарплатами. Посмотрите на эту наглядную карту. Зарплата в Дагестане соответствует воюющей и разрушенной Ливии. Тамбовская область получает как Гана, Самарская область – как Ангола. Жители экваториальной Гвинеи зарабатывают чуть больше, чем в Питере. Средняя зарплата в Южной Африке составляет 1400 долларов. Это выше, чем в похорошевшей Москве. Интересные цифры, да? Возникает вопрос. А зачем мы списываем долги африканским странам, если наши граждане живут не особенно лучше? Кто из нас бедный, если из года в год 20 миллионов россиян живут за чертой бедности? Причем черта бедности у нас абсолютно африканская. Это 11 тысяч рублей в месяц. А 170 долларов в переводе. То есть 20 миллионов наших граждан живут меньше, чем на 6 долларов в день. Вот вы считаете, мы достаточно богаты, чтобы прощать долги и смотреть вообще на африканские страны, как на бедных родственников. Причем 20 миллиардов долларов единовременного списания – это даже не самая крупная история. В 2014 году в рамках подготовки визита Путина в Гавану был списан долг Кубы перед Россией на сумму 31 миллиард долларов. Вероятно, это был самый дорогой в мировой истории отдых на Карибском море. Всего же за путинское правление Россия списала около 140 миллиардов долларов за должность. Это астрономическая сумма, которая, безусловно, могла бы ну хоть как-то помочь нашей стране. Так и хочется сказать, как же не дешево нам обходится наш дорогой Владимир Владимирович. Ну, это и так, и не так одновременно. Большинство списанных при Путине долгов – это долги развивающихся стран еще перед СССР. Получить эти деньги и вправду было бы не так просто. Но на самом деле Путин нам обходится гораздо дороже, чем списанные 20, 30 или даже 140 миллиардов. Тут Путин стоит нам того, что большая часть российских регионов живет по африканским стандартам. Что по качеству дорог мы между Нигерией и Сьер-Леона. Что 3 триллиона нефтяных доходов превратились в дворцы Путина, яхты Сечина, в состояние ковальчуков и других членов путинской семьи. А 20 миллионов сограждан так и остались в нищете. Но даже все украденное за последние 20 лет путинской шайкой меркнет по сравнению с недополученным страной. За 10 лет с 2008 по 2018 год наш ВВП вырос на 6,5%. Не в год. За 10 лет. Меньше, чем на процент в год. А остальные развивающиеся экономики в то же время выросли более чем на 60%. Отличие в 10 раз. 10 раз больше. Напомню, с 1996 по 2003 год за 7 лет. Мы с коллегами в нефтяной компании ЮКОС, крупнейшей нефтяной компании страны, увеличили добычу вдвое. Запасы вдвое. Причем в тоннах, а не в рублях. Это ответ на вопрос, сколько стоит Путин. Он стоит нам не прироста, по крайней мере, на треть экономики. Вот треть экономики у нас не существует из-за Путина. Если мы возьмем уже упоминавшийся рейтинг стран по уровню процветания, то мы можем легко понять, в чем на самом деле у нас проблемы. Мы находимся на 96 месте из 149 стран, потому что занимаем 124 место по уровню управления страной и 143 место по уровню личных свобод. Путинское неумение управлять и непонимание ценности свободы, ценности не только для людей, но и для страны. Вот это как раз стоит нам развития. И до тех пор, пока ситуация с госуправлением и свободой не изменится, нам придется довольствоваться дружбой с бедными, к сожалению, в кавычках, не бедными по сравнению с нами, африканскими странами при уже практически африканском уровне жизни. Всего хорошего и до новых встреч. Продолжение следует...